Не торпись. Назовите Вашу фамилию, имя, отчество. Устенко Юрий Иванович. Юрий Иванович, а вспомните предвоенные годы. Было в стране ощущение надвигающейся войны? Думали, что война начнется? Нет, не ожидал. Я в то время был молодой, 17 лет мне было, когда меня забрали в армию, призвали в Вильней. Это 1943 год. А как Вы узнали о том, что война началась? В это время мы в пригородном лесу были. Ничего мы еще не знали. Пришли сюда, в город, а здесь по радио объявляли, что война началась. Скажите, слышали речь Молотова 22 июня 1941 года? Да, слушал. Какое впечатление она произвела? Ну, мы тогда, можно сказать, особо ничего не соображали. Были молодые, у вас дело как бы не приспособлены, не ожидали мы. А расскажите, пожалуйста, о том, как Вы были призваны в действующую армию. Ну, в 1943 году, в ноябре месяце нас призвали, призвали в армию. Поехали мы, прибыль мы вот в Пензенскую область, станция Чадайбка там такая есть. Ну, вот там нас разместили в двухэтажных домах, домики какие-то там, не знаю, не помню даже, кто там был, кто там находился, но двухэтажные домики, маленькие. Вот там мы были по 100 человек, наверное, примерно. Это много, большое здание, что человек. Ну, там были сделаны, кровати не было, постели никакой не было, одни нары, на нары спали. А в каких войсках Вы служили? Служил я в пехоте, в стрелковых частях. А после войны было в этом. И в разведке было, и в танковых частях было. Это уже после войны. А на фронте я был, в стрелковом полку 482-й, Нарвский полк. Были расположены близ Нарвы. Нет, мы были под Выборгом, а война кончилась с Финляндией, нас перебросили под Нарву. И вот мы все время там были, в Эстонии. Форсировали пролив. Там есть острова Муха, Эзель, Дага. Вот мы там на этих островах и закончили войну. Ну, оборонка была. Войны там кончились в 44-м году, а в начале 45-го мы там ожидали морским десантом до суда, по Ринляндии. Рыжский залив там такой был. Он и сейчас есть. Вот. А война кончилась, готовили с 10 на 11. в мае перебросили морским десантом. Ну, война закончилась, и мы живы остались. А скажите, вот приходилось ли вам освобождать города, оборонять? Ну, оборонять мы не обороняли, а вот остров обороняли. Это, он был, как он, морская граница, там корабли проходили на Рыжский залив, нас и обстреливали там, и бомбили, и все. А города в Пярну было. Мы заходили в Пярну, но уже бои там заканчивались. В Пярну высаживались на это, на Муху, остров Муха, высаживались тоже на баржах самоходных. Там бои были, взорвали дамбу между островов, немцы. Мы пока подождали, полежали, побыли на одном острове, перебрались на другой. Он дальше вглубь пошел и закончился освобождением этого острова, полуострова. Там полуостров такой был, Приморская дорога была там. И вот, последние бои там были. Это год 44. В 45-м мы весь, до окончания войны, занимали оборону вот здесь островы. На этих островах были. Он сейчас, я не знаю, как называется, Езель, мы на его назвали. Езель. А закончили на полуострове в Сырьеве, продолжение этого острова. Там порт как раз был. Он отходил на кораблях, а мы подошли к порту. Ну, и все, все, больше, все же, все же. А скажите, вот имеете ли вы боевые награды, за какие заслуги вы их получили? Ну, за свалу, медаль за свалу, медаль за победу над Германией, ну, и там, юбилейный, и орден Отечественной войны. А вот как воспринималось то, что в начале войны советская армия отступала? То есть, то, что враг уже вплотную подошел к Москве. Мы в это время не участвовали. А в том, что слышно было-то, это же освещалось, оповещали мирное население. Ну, это я еще здесь был, в Самбове в это время. Это 41-й год, а в 42-м мы уже отогнали не на спас Москвы, а в 43-м и нас взяли важнее. Был нам по 17 лет. Ну, и все, все. Больше, больше. А можете рассказать о своих командирах? А? О своих командирах можете рассказать? Да, я уже забыл, кочей, ибо. Вот, помню, командир дивизии, генерал был, Романенко. Это я запомнил, как он герой Союза, это я его запомнил. А там, пока шли по Эстонии, там командиры выбывали в строе. Их даже сейчас и не вспомнишь. А вот вам приходилось видеть пленных немцев? Пленных? Да. Ну, видел, рядом стоял плен с пленными. Ну, плен не брал, как, лично, лично не брал. А вот какое отношение было наших солдат к немецким солдатам? Какими вы их видели? Ну, как злобка была, ну, мы не трогали Был приказ не взрослый. А вот что вы можете сказать о приказе наркома обороны 227 и шагу назад? И как он на вас указывал? А мы только вперед шли, мы назад не шли. А можете рассказать, слышали вы о Власовцах? Чего? О Власовцах слышали? Армии генерала Власова? Власова слышал. А вот что можете про него рассказать? Какое отношение к нему было? Слышал, я там не участвовал в этой армии, я там не был, я в 8-й армии был. Не могу ничего сказать. А как вы относитесь к тому, что сейчас многие пытаются оправдать поступок Власова? Я, например, не оправдываю. Мое мнение такое. он же ни одну варень не знал. Вторую варень как две он и первую сдал. Первую, а потом вторую. А расскажите, пожалуйста, о бытовых трудностях на фронте? Всего? Бытовые трудности, как вы их приобретали? Ну, трудности, они все время на фронте трудные. Лежали в воде, лежали в траншеях, заморозки уже были, когда мокрые, лез прям вот такой весь покрылся. А в какое время года тяжелее было? А? В какое время года тяжелее было зимой, летом, осенью? Да, летом свободно, а зимой холодно. А вот как вы оценивали нашу боевую технику тех лет? Ваше личное оружие? Что вы можете о нем рассказать? Аксомат, миномет. Ну, артиллерия у нас там была тяжелая, мы к ней не касались. танков, танки тоже были, но их мало было. Наших, наших. Катюши были. Вот. Это я своими глазами видел. И все, больше, чем. А вот отдых на фронте, как вы отдыхали? Были ли у вас какие-то концерты фронтовых бригад? Нет, вот там до нас не заходил, наверное. Может быть, они и были, но у нас не было. В это время у нас полку не было. И в дивизии, наверное, не было. Там рядом эстонский корз, с нами тоже не было. Не помню. Не было. А вот скажите, знаменитые наркомовские 100 грамм, какую роль играли для вас и ваших товарищей на войне? А мы не пили. А вот известие из дома, что писали домой, как вам часто письма из дома приходили? Регулярно. Постоянно писали? Регулярно. А что сообщали о себе? Ну, что, жив, здоров. Что больше сообщать? Больше сообщать нечего. А вот были ли у вас ранения в годы войны? Нет, не было. Что вы знали о союзниках Советского Союза? Что про них слышали? Союзники? Союзники? Ну, я их не видел. А вот, ну, видели ли вы полученные по Ленд-Лизу танки, самолеты, продовольствие, то, что нам помогает? продовольствие было у нас. Консервы там были, амбардирование было американское. Техника была, бронетераспортеры, самолеты были. Это я своими, все видел я, скажем, танков, правда, не видел американцев. Самолет, бронетераспортер видел. А скажите, где и как вы встретились в День Победы? Вот на острове. А что в этот день делали, как вам сообщили? А там с нами моряки были, у них радиостанции работали, они вышли и стали стрелять в воздух из-за сломатого. Что такое? Война кончилась, ну и мы тоже стрелять стали. Вот так. И пойдет так. Ну и все. Нашу армию на японцев перевели, а мы остались на островах, на в дивизии. А вот какой фильм о войне вам больше нравится? Как вы считаете, какой более точно передает события этих лет? Я в связи даже два бойца. Вот два бойца там хорошее кино фронтовое. скажите, вот как вы думаете сейчас, почему тогда началась война? Почему Гитлер напал на Советский Союз? Я не могу сказать почему. Не могу сказать. И последний такой вопрос. Что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Ну чтобы им не досталась война. чтобы не увидели они. Спасибо вам огромное. Спасибо.